Привет! Как продать себя? Вы знаете? А я знаю. Мало кто задумывается об этом, но продает себя практически каждый человек на этой планете. И многие это делают плохо. Я подготовил вам интересное видео, в котором расскажу, как презентовать себя правильно и как продавать себя дорого. Данное видео подойдет абсолютно каждому, поэтому обязательно досмотрите его до конца. Мастера, детейлеры, врачи, водители. Абсолютно каждый человек на этой планете меняет свою энергию на энергию других людей. Для упрощения обмена были задействованы товары, затем драгоценные металлы, потом появились деньги. Ваша компетенция, знания и навыки, ваша стоимость. Чем лучше вы как товар, соответственно, тем дороже вы стоите. Примеры. Простые примеры. Дворник. Он знает, как правильно подметать пол. Дворы. Ему платят определенные деньги. Если он научится лучше это делать, ему будут больше денег платить. Если он научится правильно и качественно убирать уже офисы, его стоимость вырастет. Если он разовьет свои компетенции еще выше и возьмет к себе еще несколько людей, которые будут подметать так же, как подметал он, а он будет за этим следить, руководить, помогать и контролировать, его стоимость вырастет еще. Соответственно, свои навыки, свою компетенцию он начал продавать гораздо дороже, нежели как он начинал когда-то, самым простым дворником. Его стоимость стала выше, потому что выросла компетенция, выросли его навыки и появилось умение управлять другими людьми. Допустим, предположим, я как товар. У меня есть определенные навыки, у меня есть определенные компетенции, знания. Я себе продаю. Я обучаю в школе, я руковожу студией, я снимаю это видео, я передаю информацию. Чем больше во мне информации, тем дороже моя стоимость. Чем лучше я выгляжу, как товар, как я одет, какое тело, как я разговариваю, тем больше я привлекаю внимание. А внимание это те же деньги, которые также можно монетизировать. То есть для того, чтобы поднимать свою стоимость, вам надо инвестировать в себя и развивать полностью вот этот круг. Хорошо, для примера. Приведем стандартный базовый пример с машиной. Вы хотите продать машину. Для того, чтобы ее продать подороже, что надо сделать? Надо сделать предпродажную подготовку. Надо что-то заменить, подчинить, подкрасить. То есть стоимость товара поднять. Все то же самое можно перенести на человека. Если человек плохо выглядит, если человек плохо одет, мало знает, плохо говорит, если у него нет определенной компетенции в какой-то определенной нише, если он не профессионал, в каком-либо деле стоимость его будет гораздо ниже по сравнению с человеком, у которого все это есть. Вот так, я думаю, гораздо понятнее. Презентуем себя. Например, вы устраиваетесь на работу. Неправильно. Неправильно. Плачем, вызываем жалость, рассказываем о своих проблемах, пытаемся встретиться, давим на самые-самые больные точки, чтобы работодатель вас взял на работу. Неправильно. Совершенно не думаем о второй стороне, то есть покупателе. Думаем только о своих интересах и говорим покупателю то, что нужно только вам, но ни в коем случае не задумаемся, что нужно ему. Это неправильно. Правильно. Четко подготовленное резюме. Ваши фотографии, примеры работ, подтверждение вашей компетенции, подтверждение вашей высокой стоимости. Реальные факты вашей полезности для продавца. Можно слово продавец заменить на слово работодателя. Абсолютно простой и понятный пример для всех. Просто сходите на хороший рынок. Посмотрите, как люди продают помидоры, огурцы, как вообще торгуют на рынке, как они преподносят свой товар. Какой классный помидор, какой вкусный. Да ты попробуй. Да возьми. Он приехал оттуда. Он специально выращивался на определенных плантациях, огородах. Все. Вот у меня самое лучшее. Вот я тебе еще один дам в подарок. Вот покупай, вот тебе еще петрушка пойдет бонусом. Это продажа. Вот продавцы на рынке, они бьются за каждого клиента. Они хотят продать свой товар. Они умеют его продавать. Но почему-то люди забывают, что продавать себя нужно точно так же, как на рынке. Красиво, ярко, с подтверждением фактов. Рассказывать свою историю, показывать примеры, предоставить качественное резюме, рассказать, какой вы классный, почему должны именно вы работать в этой компании, почему вы должны платить большие деньги. Все это надо уметь продавать. Если вы, конечно же, хотите нормально зарабатывать и нормально жить в этой жизни. Интернет. Быстрое понимание, кто вы, дают соцсети. Показывайте свой статус, свои работы, свои преимущества. Соцсети должны усиливать вас. Для примера. Возьмем нашу нишу, детейлинг. Мастер устраивается на работу. Неправильно. У него нет инстаграма, у него нет резюме, у него нет информации о нем в одном месте, четкой, грамотной, понятной. У него нет примеров работ, у него нет свежих фотографий, у него абсолютно ничего нет. У него единственный звонок. Алло, здравствуйте, я мастер. Он быстро рассказал о себе, куда подъехать пообщаться. Неправильно. Это неправильно. Правильно. Классно заполненный профиль в инстаграм. Фотографии, примеры, где работал, с кем работал, у кого учился, с кем дружил, сколько зарабатывал. Фотографии своей семьи, фотографии, где бывает, чем живет, что знает, что изучает, чем интересуется. Если вас нет сейчас в интернете, в соцсетях, то у вас нет в бизнесе, у вас нет в современном мире. Сейчас каждый работодатель первым делом запрашивает социальные сети, чтобы быстро ознакомиться, что вы из себя представляете. Это весомое преимущество. Обязательно возьмите это на заметку. Боль и задачи. Давайте, предлагайте решение задач. Говорите своему покупателю, своему будущему работодателю, почему именно вы должны работать, что поменяется именно с вашим присутствием. Какие задачи вы сможете решить профессионально, чем вы сможете разгрузить компанию, в которой вы придете работать, чем и как вы усилите компанию с вашим появлением. Это все вы давайте точно, ярко, очень доходчиво и очень быстро, чтобы работодатель сразу же понял, что именно этот товар нужен, что именно за этот товар он готов заплатить. Что только вы и никто другой, так как вы, не подходят в эту компанию. Вот давайте я расскажу о своем примере. Часто звонят в компанию люди, которые хотят устроиться, хотят работать у нас. То есть человек хочет продать себя нам. 95% случаев человек сначала жалуется, рассказывает о своих проблемах, рассказывает о своих кредитах, о своей тяжелой жизни, рассказывает очень ярко, почему он хочет работать у нас. В основном это он хочет обучиться, он хочет работать в мощной компании, он хочет стать частью компании, он хочет подтянуть свой профессионализм, он хочет стать мастером. И диалог выглядит следующим образом. Человек хочет себя продать, то есть получить деньги за свою компетенцию, за свою работу, за свою услугу, но в диалоге покупателя и продавца он выдает картину, где он все хочет получить. И он ничего не рассказывает, какую боль, какие потребности компании он может закрыть, почему компания должна его взять на работу, почему именно он. Это абсолютно неправильно. Он должен мега рассказать, насколько полезный он. Его разговор должен начинать, что, ребята, я к вам приду мастером-детейлером, я умею классно полировать, я умею много работать, я ответственный, пунктуальный, у меня нет вредных привычек, с моим появлением вы поднимете выручку на 5%, я буду лучшим мастером, я умею делать самые серьезные машины, я не болею, я ничего, у меня нет никакой депрессии, я вообще молодец, красавчик, берите меня, не пожалеете. Посмотрите, два варианта я рассказал. Первый все начинается с жалобы, когда вот даже не хочется смотреть, а второй вариант начинается с того, что у руководителя, допустим, у меня возникает в голове мысль, слушай, реальный красавчик, надо брать, надо смотреть. Абсолютно два разных макета, либо примера, либо, ну, как угодно назовите, презентации себя. Абсолютно два разных подхода продажи себе. Вот вы выберете для себя и тот, который на самом деле работает, и вы увидите, как это видео закроет вот много разных моментов. Если вы ходите сейчас по собеседованиям, вы просто посмотрите это видео и сделайте так, как говорю вам сделать я. И все, вы сразу же заметите другую реакцию всех работодателей. Повышение своей стоимости, школы, онлайн-образование, семинары, посещение других бизнесов, расширение мышления, духовное развитие, энергетическое развитие, спорт, хобби. Все это способствует повышению вашей стоимости, добавление новых нейронных сетей, новых знаний, компетенции, умений, навыков, профессионализма, опыта, всего-всего. Это повышает вашу стоимость и расширяет вас. Для примера я. Это первое студийное видео, которое мы сейчас для вас записываем. Я ни разу не записывал видео в студии. Соответственно, для меня это новые навыки, это новая картинка, это нового качества видео, это привлечение людей, других, кому будет интересно вот такой формат. Это развитие себя, потому что я к этому видео готовился, старался. То есть я по-другому все это делал. Еще один пример. Работает мастер, детеллер, полирует. Как ему лучше продавать себя, большему научиться. Посещать, посетить семинары, пообщаться с другими мастерами, перенять у них опыт, купить какой-то курс, поднять еще свои знания выше, съездить в другую студию, допустим, детеллинга, который больше, мощнее, попробовать там поработать. Соответственно, накопить больше опыта и потом этот опыт перепродать. Это же логично. Расширение мышления. На своем примере. Я много читаю. Хоть, казалось бы, я занимаюсь детеллингом, снимаю видео, обучаю в школе, обучаю в онлайн-школе. Я много занимаюсь энергетическим развитием, потому что бизнес и работа – это не все. Надо иметь кругозор гораздо шире, нежели просто свою работу. Но это, тем не менее, повышение компетенции, повышение вашей рыночной стоимости. Конечно же, вы, наверное, сейчас смотрите это видео, и вам резко звучит, но что он там рассказывает о продаже себя. Ну, назовите это по-другому. Вы даете себе в аренду. То же самое будет. Вы меняете себя на деньги. А деньги меняете на свой комфорт, на еду, на все то, что необходимо телу, на развлечения, на знания. Ну, от перестановки смысл-то не меняется. Можете говорить строго, как я, что вы себе продаете. Можете говорить по-другому. Можете говорить, что вы работаете. Но, тем не менее, все равно вы работаете за деньги, чтобы взять эти деньги, оплатить свой комфорт. Еду, проживание, развлечения, отпуск, подарки, удовольствие, что хотите. Ну, то же самое получится. Хоть, наверное, даже немного строго я вот говорю, что вот так вот происходит. Подведем итог этого видео. Вы должны понять то, что обмен энергиями существует. Это раз. Вам надо научиться правильно себя презентовать. Это два. Вы должны понять, что в интернете вы должны присутствовать очень классно. Это три. Вам надо уяснить один раз и на всю жизнь, что вам надо сначала делать предложение по решению боли и задач второй стороне. И только потом говорить о своих потребностях и целях. Это четыре. Постоянное повышение своей стоимости. Это пять. Это один из главных пунктов, который научит вас продавать себя дорого. Итог. Вообще не сомневайтесь. Сомнения не нужны. Ничего не бойтесь. Просто действуйте. Просто вот разбивайте свой диалог в продаже себя вот на эти пункты. И поверьте, у вас будет абсолютно другое впечатление. У вас будут абсолютно по-другому воспринимать люди. У вас будет по-другому видеть работодатель. Вы будете ценным для него. Вы будете решать его задачи. Вы будете дорого стоить. Это все выглядит следующим образом. Вы инвестировали в себя. Вы отдали. Вам дали еще больше. Вы еще больше инвестировали в себя. Вы еще больше получили. Еще больше инвестируйте в себя. И таким образом вы растете. Чем отличается напоследок, опять же таки, дворник от большого предпринимателя, который руководит образно штатом в 10 тысяч человек. Компетенцией. Дворник умеет мало. Просто подметать. Ну вот здесь окурок подмел. Вот здесь пыль протер. Вот здесь мусор выбросил его. Предприниматель знает, как договариваться. Знает, как управлять большим количеством людей. Знает все про валюты. Скорее всего, у него образование. У него высокая стрессовоустойчивость. Он хорошо выглядит. Он умеет донести задачи до других людей. То есть сделать так, чтобы они работали, выполняли все правильно. Он умеет контролировать. Он умеет распределять бюджет. Он умеет аккумулировать возле себя людей. Он умеет брать заказы, передавать в свою компанию. От этого всего отдавать зарплаты, издержки, все остальное. И получать прибыль. То есть компетенций и знаний очень много. Поэтому цена продажи себя, как этого директора, и цена дворника сильно отличается. Если вдруг вы на какой-то маленькой профессии занимаетесь, чем-то работаете, что-то производите. Ну не важно, делаете какие-то действия. Вы расширяете себя и переходите туда, где вы зарабатываете больше, где вы стоите дороже. Это все очень просто. И последняя мысль. Действуйте, действуйте, не бойтесь, развивайтесь, инвестируйте в себя. Будьте молодцом, будьте красавчиком. Заряжайте с собой себя, заряжайте других с собой. Просто живите на полную силу, на полную мощность. Потому что вы молодец, живете один раз, и этот один раз надо жить очень хорошо, очень ярко. С вами был Валерий Мальченко, новый пробный формат, канал Detailing Alarm. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии. Если это видео зайдет, мы снимем что-то подобное. И я еще вам что-то расскажу. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok